Доброе утро, Диана! С питанием своего маленького ребенка, которому 6 месяцев, плюс активно работаю, выступаю, записываю альбом, также путешествую, то есть как бы веду очень интересный образ жизни. И, конечно же, помимо того, что у меня родился сын, еще я занимаюсь своей дочкой, так как пара школы. Где вообще энергию черпаешь? Я стрелец. У меня скоро день рождения. Мне будет 30 лет. Я огненный стрелец. И еще, притом, мне кажется, что у меня энергии много. Я могу ее дарить людям. Я делаю это на концертах. Я люблю зажигать на своих выступлениях. Поэтому для меня энергия начерпается также не просто с общения с другими людьми, а иногда, посмотрев хорошую передачу, послушав хорошую музыку, вкусно также покушав. Почему бы и нет? Можно сказать, что тот же спор дает мне энергию. Выскакиваешь ночью, чтобы, знаешь, записать хорошую идею музыку? Бывает, бывает. Иногда я записываю на диктофон, иногда на видеокамеру. Бывает, что я просто нахожусь рядом с музыкантами, говорю, вот, сейчас пришла вот такая мелодия, давайте запишем. Ну, мы все уже знаем, что твой избранник – это француз. Его зовут Фрэнк Цеста. Неужели он действительно не пользуется мобильным телефоном? Да, он не пользуется телефоном. И когда мы с ним познакомились, я ему говорю, а как у тебя нет телефона, а как мы будем встречаться? Как же я буду тебе говорить, если я опаздываю? Он говорит, а ты не опаздывай. Мы никогда не опаздываем. Приходишь вовремя, значит, вот, как бы, должна быть вовремя. Что случится, пунктуальность? Немножко, да. А тебя что-то вообще может раздражать дома? Не знаю, тюбик не закручивают или там не слушаются? Обычно я никогда не иду на конфликт. Дома для меня важно, чтобы было уютно, тепло, чтобы никто не болел. Для меня вот эти моменты в доме должны быть, если я что-то прошу, ну, я прошу нечасто. А если не делаю, то я просто потом, я на самом деле потом могу быть очень недоброй мамой. Я бываю злой. Ты можешь кричать? Ну, злой в себе. А потом, как бы, спокойно... А, ты кричать не будешь? Нет, нет, я иду на спорт. Будешь молча, отвернешься, смотреть в окно, будешь, да? Кричу я на сцене иногда. Не нужно кричать дома, для этого есть сцена, да? Для этого есть сцена и очень много есть моментов, когда в жизни просто бывает такое... Хочется покричать, потому что зачем свои нервы портить, зачем это надо? Тлаточка у тебя также хочет стать ветеринаром и лечить пингвинов, если я не ошибаюсь. Она хотела, но сейчас у нее уже немножко другое направление. Дома она больше занимается рукоделием. Уже начала в школе что-то продавать. Какой ветеринар? Бизнесвумен. Клуб деловых женщин. У тебя очень много ролей, которые ты совмещаешь. Это и жена, и певица, и мама, и дочь, и все вместе. Что вообще в приоритете и что из этого самое сложное? Сейчас для меня важный этап – это карьера. Я очень много занимаюсь музыкой, очень много выступаю. Мне сложно совмещать все это. Честно скажу, очень сложно. Без помощи мужа, без помощи мамы, без помощи дочки я бы не смогла. И если были какие-то моменты в жизни, когда мне было сложно, бывало, что я и плакала. Как-то вот так вот посижу, думаю, это не удалось, это не удалось. Но ничего, лучшие дни еще впереди. Диана, ты мечтательница? Я, конечно, женщина, я мечтательница. Какие картинки перед сном ты видишь? О чем мечтаешь? Я знаю одну вещь, что мне бы хотелось. Мне бы хотелось уехать в ближайшее время, где-то в январе-феврале. Я мечтаю уехать очень далеко. Куда я не скажу. И отдыхать с семьей. Обычно, если мы едем, конечно, мы едем в вашу семью. Я никогда не езжу там одна куда-то. Для меня отдых. Одно это не отдых. Ну что ж, Диана, я могу пожелать тебе, чтобы все твои мечты сбывались. Спасибо большое, Женя. Спасибо, что предложили вообще участвовать в вашей передаче утренней. Мне очень приятно было пообщаться на все темы. Так что надеюсь вас увидеть тоже на своих концертах.